Просто халатность, руководство и отсутствие работы контролирующих органов, которые обязаны обеспечивать безопасность питания горожан. Представители власти, силовых структур и общественники в последнее время частые посетители сетевых продуктовых магазинов. Не с целью пополнить свои продовольственные запасы с проверками. Однако посетители не всегда желанные. Во-первых, приходят без предупреждения, администраторы магазинов не успевают навести лоск и как следует подготовиться. Во-вторых, обязательно найдут что-нибудь невкусное. Проверить все торговые сети сверху донизу – задача, поставленная главой администрации Самары Олегом Фурсовым. Интенсивные проверки проходили в течение месяца. Руководители торговых центров оказались людьми, неравнодушными к потребительской безопасности населения. К замечаниям и предписаниям прислушались. Например, в магазинах «Магнит» улучшилось санитарное содержание торговых залов и контроль качества продуктов питания, говорят покупатели. Меньше. Тысяча процентов меньше. По всем магазинам меньше просрочки стало. За счет общественного контроля наверняка точно. Всегда смотрю. Бывали случаи в других магазинах, поэтому. И маленький ребенок плюс. Поэтому заботится о себе, о здоровье своих близких. Детям беру, у меня трое внуков, поэтому я смотрю, очки одеваю, смотрю. Никогда не видела. Никогда. Ну, без доверия, ну жить-то как? Скажите. Вот как? Мы не можем проверить все абсолютно. Это просто в принципе невозможно. Супермаркет и «Магнит» в Самаре одни из самых многочисленных. В городе функционируют три гипермаркета, 115 универсамов, 14 отделов «Магнит-косметик». Предприятие является крупным налогоплательщиком-работодателем. Сетевые супермаркеты с проверками регулярно навещают и представители Союза потребителей. И мы будем выходить с инициативой и к городским властям, к властям области, чтобы сделать наши мероприятия регулярными, чтобы также привлекать к этим мероприятиям СМИ, чтобы эти мероприятия стали известны общественности, чтобы общественность также подключалась к контролю качества продуктов питания, которые они же и кушают. Внеплановые проверки продолжатся. Если продуктовые магазины нарушают закон, информацию общественники передают Роспотребнадзор. Потом суд. Как показывает практика, в большинстве случаев закон встает на сторону потребителя.